очередной апдейт того что происходит у нас на крипто рынке bitcoin альткоины цена давайте посмотрим что за сутки произошло но самое интересное то что я вот таким достаточно прямым с этим способом без всяких ухищрений расписал уровни поддержки сопротивления и соответственно области в которых могли мог может цена собрать стопы при пробитии этих уровней уровней как бы манипуляторы двигали эту цену при если бы они были вот вот так вот на прессе так напрямую и на удивление а пока постояв вот в этой вот области где я первую отметил по собиранию стопов мы видели вот этот объем небольшой сейчас мы пошли вверх оказались в том же сам в той же самой области что были раньше есть большая вероятность что мы пойдем вот на второй на второй сбор стопов потому что видите даже вот вот этот вот это вот какое было движение здесь до какой был объем вышел здесь Какое было движение здесь, такое же в принципе, да, и какой объем здесь. То есть явно вот это большое количество объема, оно вышло на ликвидации тех ордеров, которые были в лонг, да, шли в лонг вот от этого со стопами здесь. Посмотрим, как пойдет дальше сюда наверх. Очень вероятно, что мы увидим еще движение выше 4400 и, возможно, потом пойдем вниз. Есть интересный момент по, в принципе, по формации. Вот смотрите, здесь у нас была такая вот, как будто бы двойное дно, и по этому двойному дну мы должны, в принципе, идти там на где-то 5200-5400. Однако, однако, так как мы не пошли туда сразу, я думаю, что вот эта часть, давайте даже вот, может быть, на 4-х часовом или на дневке смотреть лучше. Ну, давайте, тут тоже одна видна на дневном таймфрейме. Вот здесь вот мы видим, что у нас есть первое дно, вот оно, вот оно первое дно, а вот сейчас может быть еще одно второе, может быть, чуть ниже, чем было. Вот, это означает, что мы не пробьем 3500, а пойдем уже после того, как еще раз обновим этот уровень, пойдем выше. И если формация отыграет, то, опять же, мы пойдем где-то на 5200, там плюс. И что самое интересное, так как здесь у нас очень маленький период был торговли, то есть, соответственно, объем достаточно низкий, даже вот здесь вот был больше, то, в принципе, здесь останавливается нам не особенно есть смысл. Скорее всего, мы пойдем выше на 5600, вот где-то вот на вот эти, это сейчас мы на Coin, извините, на, что это, Bitfinex, да, то есть, соответственно, примите поправку, потому что обычно мы смотрим на Coinbase. И более того, если мы вот так вот сделаем такое движение, то здесь, значит, мы окажемся на 5700, и тогда уже вполне вероятно у нас формация, вот это двойное дно, оно выльется вот в некое вот такое, вот такую вот чашку с ручкой, вот такую, и тогда вот эта чашка с ручкой, уровень сильный, скорее всего, мы от него отобьемся, да, еще раз пойдем куда-то вниз, но на таком моменте это просто будет временный слив, и тогда мы вернемся к нему, еще раз его пробьем, и если мы его пробиваем, тогда следующий уровень, это где-то уже 7500, и это будет новый максимум, это будет пробитие вот этого всего коридора, этой цены, это будет очень хорошее начало для бычьего движения, и там у нас как бы есть уже и вот в этом, вот в этом диапазоне у нас есть и Fidelity, и BACT, и Futures, то есть, простите, ETF, таким образом все идет ко всему, одно к одному, поэтому очень-очень велика вероятность, что как бы вот здесь мы уже ниже не пойдем, по крайней мере, мне бы лично хотелось в это верить, хотя, конечно, я настроен, тем не менее, на то, что вполне возможно увидим и более низкие значения, там, в пределах двух, двух с половиной, ну, трех тысяч за биткоин, это вполне реально, по крайней мере, согласно вот этим вот собиранию стопов, да, вот на этих уровнях, ничего удивительного в том, что мы пойдем где-то до, наверное, вот этих уровней, где-то 32900-2800, я, например, лично ничего удивительного не вижу, пока объемов, конечно, объемы здесь были неплохие, но пока по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть, они, я думаю, уничтожные, конечно, мы не знаем, что это на OTC и так далее, но тем не менее, вот такое, такое состояние дел, про альткоин особенно говорить нечего, они следуют за биткоином в течение, ну, как, куда, куда, собственно, биток, туда и альты, кто-то идет чуть повыше, кто-то чуть пониже, поэтому пока особенно интересного здесь ничего не происходит, пока мы не увидим стабильный рост по витку, в принципе, делать анализ по техническим характеристикам альткоинов, я думаю, особенно смысла нет, но если что-то интересное появится, конечно, как всегда, я с вами своим мыслям поделюсь. Должен отметить сегодня один такой момент, то, что есть мнение по поводу следующего прихода капитала в крипту и, в частности, в биткоин со стороны институциональных инвесторов, это и ETF, это и другие сервисы. Дело в том, что когда у нас есть торгуемый класс активов какой-нибудь на рынке, скажем, то же самое золото, да, то в принципе его можно, так сказать, искусственно размножить, при этом не имея физического золота, которое будет за этим размножением, то есть, грубо говоря, у вас есть килограмм золота, на этом килограмме золота вы можете сделать деривативов различного толка на еще 10 килограммов. То же самое может произойти с биткоином. Дело в том, что сейчас у нас 21 миллион биткоинов и то ограничение в его объеме, оно работает на увеличение спроса и со временем как бы будет все больше и больше желающих его купиться, то есть, цена будет расти. Если мы таким образом разбавим биткоин чуть ли не в 10 раз, а то может и больше за счет этих деривативов, это никак неположительным образом не повлияет на цену. И весь вот этот вот бонусный аспект ограничения в общем количестве биткоинов, он сойдет, по крайней мере, временно сойдет на нет. Это такая немножко негативная составляющая того, что институциональные деньги придут на рынок. Ну а с другой стороны, есть некое опасение того, что если, скажем, вы владеете контрактом на биткоин, пусть это там ETF или фьючерс или еще что-то такое, то вы не владеете самим биткоином, у вас нет ключей, бревятных ключей к вашему кошельку, да, нет самих монет в вашем распоряжении. Поэтому, во-первых, вы, конечно, не получаете никаких бонусов в плане там форков и, в принципе, влияния на сеть. И с другой стороны, если что-то случится с этой компанией, которая заправляет вот этими движениями бумажных биткоинов, то вы можете потерять свои вложения. Конечно, они там будут застрахованы, возможно, а возможно нет. Тем не менее, это все делают очень рискованно. Поэтому, если у вас есть выбор, я бы лично придерживался того, что в случае инвестирования в крипту именно вкладывать в реальные монеты и потом хранить их там на холодном кошельке и так далее, чтобы они у вас были в безопасности, чтобы вы не подвергались влиянию колебаний такого искусственного рынка, которое происходит у нас при наличии деривативов на тот или иной актив. Вот такой вот короткий апдейт. Сегодня у меня был двухчасовой подкаст с товарищем по имени Кен Бозак. В последующем я здесь поставлю ссылочку на этот подкаст. Проговорили мы про крипту достаточно долго. У него такая сейчас фишка, что он делает подкасты с очень многими случайными лицами в этой области. И вот я там зарегистрировался, и он со мной провел целых два часа вместо одного. Большое ему спасибо. В принципе, было весьма интересно и много таких веселых моментов мы обсудили. Так что, если хотите, тоже, пожалуйста, посмотрите его канал. Там много других интервью, и в том числе и наш с ним. Очень-очень мы много моментов затронули. Вот, веселый парень. Подписывайтесь, тоже интересно посмотреть его видео. В твиттере много чего веселого он постит. Вот, ну а на сегодня все. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Я же с вами увижусь завтра в новом более длинном, наверное, апдейте. Потому что сегодня уже очень много я наговорил всего. Особенно в этом подкасте. Так что до завтра. Удачной торговли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok